Слава нашему Господу! Приближается Шаббат. Я служу Богу. Служу Бога верой и правдой. Как нам благовествуют люди верующие. А что вас ждет, когда вы умрете? Куда вы попадете, когда вы умрете? На небо или в ад? Знаете ли вы это? А у меня другое благовествование. У меня благовествие жизни на земле. Изучаем Писание, познаем Бога и не гневуем Бога мыслями, кто остается жить, кто погиб. Я думаю, может нам надо перебираться будет на юг, когда будут заканчиваться ресурс. Меньше будем тратить для отопления углеродов. Я такое сегодня подумала, когда начала читать третий раз книгу «Не имею». Да, у меня тоже такое бывает. То есть, может еще какое-то такое бывает. Бог побуждает читать что-то. Несколько раз. Я уже об этом говорила. Что-то приходилось читать. И вот я не дочитала третий раз, но остановилась на четвертой главе «Не имею» и назвала свое видео. Так как заканчивается четвертая глава «Не имею». А она заканчивается двадцать третьим стихом, который говорит так. «И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода». Речь идет о тех, кто строил Иерусалим. То есть, была война, победили Израиль и рассеялся народ. И я вот думаю, если народ рассеялся израильски. Двенадцать колен были в рассеянии. То мы сейчас спорим. Кто-то доказывает. Воюет с Израилем. Мусульманский мир. Может и ненавидит евреев. На самом деле, мусульманский мир, которым пророчествовал Магомед, это и есть народ в рассеянии. Это предки тех израильских народов, которые смешались с другими народами. Ну, а все-таки Божьи насы. Это же сила, да? И вот эти все народы. И Ирак, и Сирия, и Ливан. Это все евреи в рассеянии. А мы воюем. А зачем мы воюем? Непонятно. А вдруг Бог хочет, чтобы они нас благословляли, мусульмане, да? Те, которые будут принимать. Бог им в Коране много говорит, что нужно жертвовать. Может быть, Он вообще будет принимать северные народы в свои объятия, так сказать, в теплое свои жилище. Может такое быть? Ну, я же говорю о вечности на Земле, и ресурсы когда-то будут заканчиваться, нам же нужно согреваться. Я не мечтаю, я рассуждаю, потому что имею право, я проповедую жизнь на Земле. Ну, образно говоря, меч и вода – это, конечно же, слово Божье. И меч, и вода. То есть, если мы что-то строим, то мы должны судить строго по слову. Поэтому я предупреждаю, ничего не нужно делать без молитвы. Сегодня у меня было очень интересное слово. Вопрос был очень хороший. Вот. Я, конечно, размышляла над этим вопросом перед моим видео. То есть, первое видео, которое я записала, вот это, последнее, да? Грядущий царь пятый раз отвечает. И у меня был такой вопрос. Здравствуйте. Чтобы написать этот, этот комментарий, кстати, имя автора Мелхи Седек. Ну, многие, наверное, кто такой Мелхи Седек. Это тот, который принял десятину от Авраама. Это священник, который не имеет своего родословия. Родословия. Непонятно даже. Возможно, это человек с предыдущего человечества. Так, такое тоже может быть. Здравствуйте. Чтобы написать тот комментарий, пришлось много раз себя перекрестить. Да и с этим нечто подобное хотелось возражать, доказывать, поучить. С трудом стер все, что сочинил. Ведь все-таки осадок образовался. Ну, искренне, человек мне так и нравится. От просмотра ни одного вашего видео. Вот и опять написаний много, а полностью выразить мысль может не получится. Евангелие действительно несёт в себе огромное количество информации. Просто, считая его, не применяя в жизни из него то, что уже понятно, не познаем. Эту истину опытным путём ищем чудесных и лёгких путей. В результате одно ухо влетает и из другого вылетает. Абсолютно правильно. Как раз вот вы, Махасадек, 15 часов назад поместили комментарий, который меня радует. Почему? Потому что я благодарна Богу за этот комментарий, потому что получается, что вы опытным путём показываете нам всем, что пища духовная – это пища, которая заканчивается. В одно ухо влетает, в другое вылетает. В этом то и проблема. Что люди, которые не познают, прекращают читать Писание, познавать духовную литературу, те останавливаются. Это… Они худеют, понимаете? В духовном плане они худеют, они истощаются. Вот. Поэтому войны, поэтому глады, поэтому моры. Потому что мы хотим жить вечно, а не знаем как. Нам проповедовать жизнь после смерти, но это было временное заблуждение, потому что Бог не мог всё открыть. Но мы стоим на месте. Понимаете? Мы стоим на месте. Мы остановились. Мы должны следовать уже за Писанием. Мы должны осознавать времена и сроки. Мы должны понимать, что Бог – Любовь. А что же происходит? Вот покаялись, да? Те, которые меня гнали с церкви там. Смеялись, что я плакала за мамой. А теперь всё. Война началась. Столько трагедий. Я сестре говорю, ну вы же смеялись. Ну уже никто не смеется. Так мне сказали. Понимаете? То есть когда? Что? Война должна была начаться, чтобы понять, что это страшно умирать так масса и ранам и молодым, правильно? И хоронить своих… Хотя умирали люди в церкви. Бог давал такие испытания. И труситься за своего сына, который могут призвать в армию. Понимаете? Что человек глуп. Меня не слушают. Почему? Потому что я говорю о конце рождаемости. Но это неизбежность. Это то, что вытекает из данной ситуации. Потому что души у Бога подсчитаны. Так что будем строить, как Бог учит. И самое интересное начало четвёртой главы. Вы, когда услышал Санамалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. Из зависти люди издеваются. Из зависти. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях. И сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они никогда либо кончат? Неужели они оживят камни из грудь праха и притом пожёны? Вот какое время приходит. Жертвы. Жертвы. Это образно. Это молитва. Приносить жертвы, понимаете? Раздражает окружающих, что ты приносишь жертвы, что ты молишься. Неужели? Неужели они это когда-нибудь кончат? Постройку храма. Постройку духовной жизни на земле. Только духовная жизнь может спасти душу. Неужели они оживят камни из грудь праха и притом пожёны? Это уже пророчество через этого человека. Бог тоже через камни тоже говорит о воскрешении мёртвых. Кто не хочет воскрешать мёртвых? Кому родной человеку это будет? Сегодня я читала эпохи Машеха. Там же пророчество о том, что воскресно сначала молодое поколение погибшее, а потом уже будет следующее поколение воскрешения. Это такое пророчество Машеха. Берри Машеха. Ну, конечно. Безусловно. Вот. После разрушения храма в каждом поколении человек, потомок Дэвида, у которого есть потенциал стать Машехом. Потенциал стать Машехом. Так говорят. Согласно Рамбану, вера в приход Машеха составляет один из тринадцати принципов веры. Пророк Ильяву, это Илья, явится возвестить о приходе Машеха незадолго до его появления. Дальше. Машех Ильяв сообщит каждому еврею, какому из двенадцати колен тот принадлежит. Вот, о чём я сегодня начала говорить. Двенадцать колен, один из колен рассеяния. На самом деле, десять там получается. Потому что остались жить иудеи, и Вениамин. А все, когда война была, да они оказались рассеянием. Вот. Так Бог повелел расселиться до Ефрата. Вот земля, которая принадлежит евреям. А после Ефрата и между тиграми, это вообще рай. Вот. О чём Бог нам показывает. Воскрешение мертвых в эпоху Машеха. Душа каждого еврея будет воскрешена в том самом теле, в котором он жил и умер. Хорошо, прекрасно, конечно. Не все евреи будут воскрешены так, как вы хотите. Это будет последнее поколение. На самом деле. И о том, о чём говорю, что каждый человек, наверное, был евреем. Почему мы такой долгий проходим путь? Медраж говорит, даже если у еврейского народа не было бы иных заслуг, кроме стремления к избавлению, они бы были достойны избавления только лишь за это. Что они еврейский народ? Да. Ну, не будем превосноситься. Дальше тут ещё некоторые вещи рассказали. Да. Последнее будет воскрешены про отцы и про матери. Так что после пробуждения они будут счастливы видеть своих детей живыми и здоровыми. Вот такое положение. Сложно, да? Поверить. Ой, как сложно. Эпоха Машеха будет состоять из двух периодов. Первый принесёт всеобщий мир, но законы природы ещё будут действовать. Второй период ознаменует собой начало эры чудес. Ну, конечно, как во всей религии. Хочется, чтобы какой-то человек пришёл и всё резко изменилось. Поэтому Бог плачет, конечно, от церкви. Я критикую церковь. Бог хочет осветить церковь через церковь. Он говорит, истинно через церковь он строит свою длилось. Не может один человек, согласитесь, вдруг прийти и чтобы всё поменялось. Такого не может быть. Поэтому берём воду, берём меч и служим Богу по Слову Божьему, как заповедано. Иначе будем очень долго блуждать. Можем и 40 лет. Сами знаете. Все грамотные. Все прекрасно знают, что может быть. Поэтому, когда к вам обращается человек, то всё-таки желательно верить. Хоть как-то доверять. Правда? Я так думаю, что интересно получилось. Да. Вот. Пастырей ваших умоляя и запас три свидетель страданий, Христовый соучасник к славе, которая должна открыться. Пастырей, кстати, переводится, как прессвиттер. Старейшина прессвитер! Пастырей ваших умоляя,исепасти свидетель страданий Христовый соучасник к славе, которая должна явиться... Вот Бог обращается к пастырям, всё-таки к прессивитерам. Это разные вещи. Те, которые отвечают за материальное благо. Церковь зачастую и пастырь, и священник, все берут на себя какие-то обязанности. Человек, который говорит слово, которое освящается, который должен проповедовать истину, он не должен ничего делать в плане денег. Он не должен заботиться о финансах. Абсолютно. А у него голова не должна бы тонуть. Абсолютно. Вот такое откровение должно быть. Понимаете? Это очень важно. Изучаем Писание. Об этом Бог всё сказал. Просто мы ещё не доросли до этой истины. Будем ждать, когда люди начнут каяться и строить правильную церковь, читать Писание и знать, что нужно разоружаться, нужно уничтожать оружие. Это Божье дело тоже. Будьте благословяны. Все, кто любит Господа.